Здравствуйте! Вы на канале Виктория Карера. Рада вас приветствовать у себя в гостях. И сегодняшнее видео посвящено бьюти-продуктам, моим пустым баночкам, лето-осень 2018 года. Хочу вам немножко рассказать о том, чем пользовалась, что мне понравилось, что бы я купила еще раз. А может быть, кое-какие продукты, которым я больше не вернусь. Начнем, пожалуй, с вот этой пустой банки филорга мицеллярная вода. Да, мне этот продукт очень понравился. Какие плюсы? Плюсы, что эта мицеллярная вода очень мягко и в то же время очень эффективно удаляет остатки косметики, включая тушь. Я удаляла и тушь, в том числе, с глаз. Плюс еще в том, что достаточно большой объем этой мицеллярной воды, объем 400 мл, и при этом достаточно разумная цена. То есть при таком большом объеме и цене, не помню точно, по-моему, 15 евро, может быть, цена этой мицеллярной воды. В общем-то, мне она очень понравилась. Так что в следующий раз, если у меня будет стоять вопрос купить какую-то мицеллярную воду новую сменить, все-таки я куплю мицеллярную воду филорга. Следующий продукт тоже этой же марки филорга. Кстати, несколько слов, почему я люблю эту марку. Ну, во-первых, потому что у меня есть подруги, которые работают в представительстве филорга, и я могу получить много интересной информации об этих продуктах, попробовать какие-то тестеры, новинки, и потом решить, что мне нравится, и покупать. И плюс мне очень нравятся результаты этой косметики для зрелой кожи. Боня, как ты забрался в кадр, я тебя не видела. И для зрелой кожи очень мне нравятся результаты, которые дают кремы филорга. Следующий крем, который я купила летом в этом году, это новинка, которая была выпущена недавно. Филорга, вы видите, NCTF Reverse крем. Я купила именно этот продукт в версии крем. Есть еще аналогичный продукт, Fluid, по-моему, называется. Что мне понравилось, что мне не понравилось. Очень насыщенная текстура крема. Чем интересен крем? Это первый продукт филорга, когда в состав крема включен компонент NCTF, который раньше можно было найти только в марке филорга для эстетических инъекций. И вот в этом году они решили попробовать включить тот же компонент в той же концентрации в крем. NCTF – это комбинация гиалуроновой кислоты, коллагена, витаминов А, H и Е. И, конечно же, это очень хорошо воздействует на кожу, регенерирует ее, обновляет и оставляет молодой на долгие годы. Какие минусы? Минусы. Мне не понравилось то, что этот крем достаточно плотной текстуры. И, возможно, потому что я пользовалась им летом, то он мне показался очень таким тяжелым для этого времени года. Может быть, если бы я его купила зимой и пользовалась зимой, он был бы лучше. Так как я пользовалась летом, мне он показался тяжеловатый. И еще один минус кремов. Кстати, не первый раз я сталкиваюсь с кремами филорга, когда я на очищенное лицо наношу крем. И через какое-то время, через 5-10 минут, если я провожу по лицу, я чувствую, как этот крем где-то начинает скатываться. Ну, не знаю, может быть, потому что там такие компоненты. Но, в общем, мне это не очень нравится. Скорее всего, я такой крем больше себе покупать не буду. Может быть, куплю, попробую крем флюид, который более легкий. Следующая марка, которая меня очень порадовала, которую я здесь открыла для себя во Франции. По-моему, в Украине и в России еще эти кремы не продаются. Но я надеюсь, что они в ближайшем времени появятся. Это кремы марки Resultime. Я надеюсь, вам видно название. Марка Resultime – это кремы, которые производятся в той же лаборатории, что и кремы Nuxe. То есть Resultime – это более такой высокий дорогой сегмент кремов Nuxe, если можно так назвать. Хотя здесь совершенно другая концепция, совершенно другие компоненты. Даже вы видите по баночкам, баночки все практически очень скромного дизайна и белые. У меня был продукт «Крем под глазами». Крем под глазами называется «Пять экспертов с микроколлагеном». Крем под глазами мне очень понравился. Очень мягкая, нежная текстура, не тянет кожу, легко наносится. На утро очень приятная. Кожа под глазами свежая, нетемных кругов. И не дает аллергической реакции. Потому что у меня бывает частенько кремы под глаза. Я их покупаю, вроде бы и текстура хорошая, и состав хороший, и все. Но на утро очень неприятное ощущение. Бывает, знаете, такое впечатление, что в глаза попадает какой-то гель или что-то еще, вот как пелена перед глазами. И я пришла к выводу, что это у меня такая аллергическая реакция на некоторые кремы. Но вот крем Resultime под глаза оказался очень интересным и очень приятным. И дневной крем для лица, который я покупала, это крем антивозрастной с микроэластаном. Очень нежная, легкая текстура крем. Очень легко наносится, хорошо впитывается, не оставляет на коже никаких неприятных следов, никакой липкости, никакой жирности. И дает визуальный эффект того, что кожа действительно напитанная, кожа имеет здоровый светящийся вид и великолепный цвет. Если вдруг станет вопрос, да или нет, то, конечно же, я еще раз куплю себе такой крем. Мне он очень понравился. Следующая серия, это мне достался подарок в этом году. Марка Эмвэй, серия Артистри, Юс Экстенд. То, что вы видите сейчас, это смягчающий тоник. Очень интересный состав этого тоника, если вы видите, на дне немножко осталось. Этот тоник, он не прозрачного цвета, как обычно мы привыкли видеть в разных брендах. Этот тоник немножечко такого молочного цвета и такое впечатление, что в нем как бы вот слегка растворен, как мне показалось, какой-то сером. Потому что написано, что смягчающий тоник. И действительно, после нанесения этого тоника, летом мне даже бывало достаточно нанести этот тоник и не пользоваться кремом. То есть вот у меня было такое ощущение, что моей коже этого было достаточно. И из этой же серии Артистри у меня был сером, концентрированный сером и обогащающий питательный крем. Все три продукта мне очень понравились. Очень удобная упаковка. Я люблю все кремы, которые используют дозаторы. И также результат воздействия крема. Кожа ухоженная, кожа напитанная. Кожа чувствовала себя очень комфортно после этих продуктов. В общем, как говорят французы, шапо Эмвей. Мне это понравилось. И хочу показать вам несколько продуктов из масс-маркета, медиум-маркета. То, что у меня тоже есть. Вернее, есть уже остатки. Пустые банки только. Топи-крем. Топи-крем я купила еще зимой этого года. Но я не пользовалась им постоянно. Я использовала этот крем только в очень экстренных ситуациях, когда коже нуждалось действительно ультра увлажнение. И, как вы видите, крем так и называется ультра гидротанта. То есть ультра увлажнение и ультра питание, наверное же, в том числе. Покупала зимой, когда были морозы. И в морозную погоду, вы знаете, воздух становится очень сухой. И очень сильно это отражается на нашей коже. Вот в такую погоду мне этот крем приходил на помощь. Порекомендовала мне его фармацевт в аптеке. Я осталась очень довольна этой рекомендацией. Довольно разумная цена. Что-то в пределах, по-моему, 10-12 евро. И, как вы видите, делюсь с вами своими трюками домашними. Когда крем, казалось бы, что уже закончился, открываете дозатор, выдавливаете, крема уже нет. Но если вы его тюбик разрежете пополам, то вы обнаружите, что вы еще себе на неделю продлите удовольствие использование любимого крема. Я это делаю еще не с точки зрения экономии. Я это делаю с точки зрения быть более экологичным потребителем. Я не люблю покупать миллион разных продуктов, чтобы хранились дома. И поэтому я стараюсь использовать этот продукт до самого конца, чтобы не быть тем потребителем, который покупается больше и больше. Это с точки зрения экологии. Следующий крем – это крем марки So Bioesthetic. Это биоорганическая линейка марка, которая предлагает именно биокосметику. И я вам хочу сказать, что когда я попробовала эту серию биокосметики здесь во Франции, мне она очень понравилась. Во-первых, большинство кремов, которые я покупаю, они в своем составе содержат аргановое масло. Консистенция кремов, структура кремов тоже мне очень импонирует. Крем, который я использовала, опять же он разрезанный. Сейчас я его попробую поставить, чтобы было видно. Крем под глаза этой марки. Крем, который в себе содержит органовое масло и гиалуроновый оксид. Гиалуроновый оксид помогает удерживать влагу. И органовое масло борется с признаками старения кожи. Я очень люблю все кремы, которые содержат органовое масло, масло коррите. Это связано с тем, что моя кожа более сухая, поэтому мне это очень важно. В общем, вот этот крем под глаза очень хорошо себя оправдал. Очень лояльная цена, несмотря на то, что это биокосметика. То есть это медиум-маркет. Цена этого крема, не хочу вас вводить в заблуждение. Но плюс-минус 10-12 евро крем под глаза. Очень осталась довольна. И буду себе еще такой крем тоже покупать. И еще один продукт, который хочу вам показать сегодня в завершении. Пустую баночку. Это непосредственно органовое масло. Органовое масло. Вы можете видеть здесь, на дне еще у меня немножко осталось. Но уже с помощью пипетки его туда невозможно извлечь. И удобная сама по себе баночка с пипеткой, что позволяет набрать легко это органовое масло. Капнуть в ладошку и потом аккуратно наносить на лицо. Очень люблю, повторюсь, органовое масло. И я пробовала нескольких брендов. Бренд Оливье я купила впервые. Вот это органовое масло. Но по сравнению с предыдущими брендами, именно органовое масло этого производителя, мне понравилось не очень. Не очень, потому что не было ощущения напитанности и увлажненности кожи после использования именно этого органового масла. Из кремов, из ухода для лица все. Не могу не остановиться еще на одном продукте, который я попробовала этим летом. Нет, в конце осени. Это отшелушивающая маска носки для ног. Вот так она выглядит, отшелушивающая маска носки для ног. И затем восстанавливающая тоже маска в форме носочков для ног. Очень удобная вещь. Впервые попробовала и осталась очень довольна результатом. Это заменитель, скажем, педикюра. Это обновленная ваша кожа, ваших пяточек, ваших ножек. Но об этом продукте я сниму отдельное видео, потому что там есть что рассказать. И нужно потратить немножко времени. Смотрите мои следующие видео, в котором я тоже буду рассказывать о некоторых других бьюти продуктах, которые я использовала. А я вас на этом благодарю, мои дорогие, что вы были со мной, что вы зашли на мой канал, заглянули. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Слева под видео внизу есть красная кнопочка, нажимайте ее, подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я с вами на этом прощаюсь. Рада была вас видеть. Боня, Боня, скажи тоже, пожалуйста, скажи, пожалуйста, до свидания зрителям. Мы вам говорим до свидания с моим Боней. И до новых встреч, друзья. Пишите, оставляйте ваши комментарии под видео. Я вам желаю всего хорошего и до новых встреч.